Диагноз поставят нейросеть. В Сургутский госуниверситет приехали специалисты по искусственному интеллекту из Высшей школы экономики. Эксперты обсудили методы и возможности внедрения новых технологий в медицину. Как создать приложение, способное по фото поставить диагноз и спрогнозировать результаты лечения, расскажет Мария Ливанян. Искусственный интеллект на страже здоровья. Исследователи Сургутского госуниверситета при поддержке коллег из Высшей школы экономики разрабатывают новый подход к изучению флебологии, разделу медицины, посвященному венам. Специалисты стремятся к созданию нейросети, которая способна по результатам анализов и снимков определять эффективное лечение для каждого отдельного пациента и даже поставить диагноз. Программное решение будет специальным образом принимать для анализа различные медицинские изображения, в частности МРТ-картинки. И фотографии ног, обрабатывать их и выдавать нам уже ответ, является ли то, что дали вот этой программе патологии, является ли это заболеванием или нет. Технологии, на создание которой решились местные специалисты, не существуют нигде в мире. Разработка началась пять лет назад. Проект уже представляли за границей и в российских научных центрах. В обучении искусственного интеллекта помогают и зарубежные специалисты. В компьютер необходимо загрузить большое количество снимков и результатов МРТ. И только потом нейросеть на примере полученных данных начнет самостоятельно анализировать и выявлять патологии. В мире еще такой программы, которая могла бы моделировать венозную систему посредством поступления картинок, МРТ-снимков. Такого не было еще. Работу мы представляли в городе Краков, Польша. И была достаточно огромная заинтересованность. И решили как-то совместно работать, помогать материалам, создавать информационную базу, которая поможет построить нейросеть нам. Сургутский университет в рамках разработки этого проекта активно сотрудничает со специалистами IT-сферы Высшей школы экономики. По словам директора физико-математических наук Василия Громова, количество людей, болеющих венозными заболеваниями, в нашей стране ужасает. В России инвалидизирован по этим заболеваниям миллион человек. Это только инвалидизированность. То есть это не просто значит, что человек болен и лечится, а что у него вообще серьезная инвалидность. Для более эффективного лечения венозных заболеваний, считают специалисты, необходимо развивать и внедрять искусственный интеллект, который поможет в диагностике. Вы на свой смартфон получите программу, путем применения которой после снимков, например, своих ног, сможете получить первичную информацию о том, что у вас происходит, что с этим можно делать. Это будет аналог консультации. Причем не телемедицинской в классическом смысле, а автоматизированной. То есть вам не надо будет обращаться с конкретным клиницистом. Пока искусственный интеллект не работает самостоятельно. Принимать решения и делать выводы он еще не способен. Сейчас с системой работают специалисты. Они помогают нейросети накапливать статистику и данные о течении заболеваний. Планируется, что в будущем технология позволит не только упростить систему диагностирования и строения лечения, но и даст пациентам возможность более четко понимать природу заболевания и при необходимости получить дополнительный кибервзгляд на свой диагноз. Мария Ливанян, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.